Приветствую вас. Поскольку свой вопрос вы задаете исключительно про душевное свое состояние, то я полагаю, что справедливо будет заметить о своем душевном состоянии, кроме того, что у вас подавлено настроение, и вы не хотите никого видеть, а также хочется плакать и жалеть себя, вы больше ничего не описали. Душевное состояние – это довольно деликатный момент, который легко зашелить. Ну, то есть достаточно легко будет отвлечь вас от того, что действительно может быть важно в вашем случае. Поэтому я полагаю, что если говорить о душевном состоянии, то в первую очередь нужно, конечно же, как можно более подробно разузнать о том, что с вами произошло, например, полгода назад, когда подобное с вами начало происходить, и как вы на это отреагировали. Из того, что вы уже сейчас написали, я могу сделать, в общем, несколько выводов. Первый вывод – это такой, что вы живете одна, то есть у вас нет мужчины, при том, что вы работаете. Я полагаю, что это создает уже предпосылку для того, чтобы предположить, что вы, ну, может быть, страдаете от одиночества, либо вы подавлены, вам не нравится ваша жизнь, вот, а вы не видите в ней смысла, у вас нет каких-то таких, скажем так, далеко идущих, может быть, целей, которые бы удовлетворяли бы вас и которые показали бы вам, что вы что-то значите, что вы ценны и так далее. То есть здесь вот можно говорить о таких вариантах развития событий. Вот вы говорите, мне как будто бы лень и все бесит. Пишите вы. Это означает, что вам не нравится то, что сейчас с вами происходит. Вам не нравится то, как вы живете, вас не устраивает то, что сейчас с вами происходит. Я конечно не знаю, но мне кажется, что именно с этого и нужно начинать анализ того, что вот, собственно, с вами сейчас на данный момент пришлось. Вот, в принципе, что это можно сказать. То есть, для душевного состояния, для анализа вашего душевного состояния, на мой взгляд, недостаточно информации. Информации. То есть, даже, собственно, ваш вопрос, он непонятный. То есть, вы говорите, значит, от чего может быть такое душевное состояние? Вот какое душевное состояние, что вам все лень и вам хочется плачать и зелеть себя? Это состояние. Это неудовлетворенность. Можно говорить о неврозе. Такое, знаете, обострение невротического состояния, может быть. И если это действительно так, то с неврозом нужно работать. Невроз – это подавленные желания, которые проявляются вот в виде такой вот реакции. У вас также может быть и депрессивное состояние, депрессия. Ну, не депрессия может быть, а скорее, наверное, депрессивное состояние. Я так думаю. Вот. Значит, при депрессии, при депрессивном состоянии человек, как правило, ничего не хочет, ему ничего не хочется. Что он испытывает лень, как и вы. Вот. Я думаю, что этим моментом нужно, можно точнее, с этим сделать. То есть, ну, можно посмотреть, что именно вас подавляет. Вот. И по какой причине самое главное. Вот. Но, опять же, это работа, скорее, для индивидуальной формы. То есть, это не, это не что-то вот, знаете, такое, что вот сейчас можно прямо диагностировать вас. То есть, ну, нужно анализировать, как вы, значит, оказались в этой ситуации своей. То есть, ну, грубо говоря, как вы вот стали жить одна. Ну, вот по вашему сообщению, например, я могу сделать вывод, что у вас достаточно ярко выраженная психотическая модель поведения. То есть, это такая форма, когда человек остро нуждается в ком-то, в ком-то другом, да. В том числе близких, друзья, вот. То есть, вы пишете, что вам не с ним поговорить, это неуверенность в себе. То есть, вы боитесь, что вас, может быть, не поймут, вот. И мне кажется, что вам нужно, значит, вот, попробовать, ну, попробовать представить себе. Вот, если бы вы могли сказать, ну, вот, кому-то о своих трудностях, допустим, то что бы вы сказали. Ну, просто вот, что бы вы сказали, как бы вы их выразили, свои трудности. Ну, вот. На мой взгляд, очень показатель, что вы говорите о том, что все нормально, но при этом вы все плачете и, в общем-то, вам хочется себя жалеть. Я не думаю, что это показатель того, что все нормально. Кроме того, нормально это тоже довольно оценочное ощущение. То есть, нормально это как? Да? Нормально для кого? Согласитесь, что это тоже очень важный момент. Потому что нормально для кого-то, ну, например, вот, для, допустим, людей, с которыми вы общаетесь. Норма это одно, а просто для вас это совсем другое. Вот. Поэтому мне кажется, что нужно обязательно на этом застричь внимание. Ну, про беременность у вас, у вас почему-то очень много. Вот. Надо сказать. По поводу депрессии, вот здесь по поводу беременности. с нормальным ссылкой беременности, может быть депрессиопатия. Это правда, опять же, это к врачу нужно скорее. То есть, понимаете, вот, то есть, у вас, вы говорите, что вам нужен ответ не врача-психолога, но при этом вы спрашиваете как будто у врача. Вот. Что касается беременности, сам, может, здесь тоже есть противоречия. То есть, с одной стороны, вы говорите, что, значит, ну, вы не отрицаете полностью того факта, что вы можете быть беременным. Вот. То есть, это вот, что вызывает, эм, подождение. То есть, знаете, да, одно дело, если бы вы сказали, нет, у меня не может быть беременность, потому что я ни с кем не была, да, но вы наверняка этого не говорите, то есть, наверное, вы с кем-то пыли. Вероятно, вероятно, значит, есть. Ну, и здесь, соответственно, встает вопрос о том, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, почему они у вас вот такие, почему вы живете одна и так далее. И так далее. Вот. Все это нужно разбирать. Вот. Угу. Но, по вашему тексту я могу сделать, что вы не выверенный себе человек, что вы сняетесь часто, что вы не имеете четкой цели, вот, и это ощущение, что вы не очень зрело, как лично. То есть, вполне может быть такое, что вы оказались во взрослой ситуации, ну, то есть, вот ситуации, когда вы должны жить одна, работать, но при этом вы к этому не готовы. Вот. Такое у меня есть ощущение. Я, конечно, ну, могу быть не прав. Вот. 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 Но мне почему-то кажется, что это вполне может быть. В таком случае вам я рекомендую работу с психологом, опять же, для того, чтобы умеете с ним достичь, то есть, зрелости, которой сейчас у вас нет. Вот. И, соответственно, тем самым решить свои проблемы. Ну, который у вас есть, потому что очень похоже на психосоматику. То есть, это такое заболевание, когда, ну, это реакция тела на внутренние процессы, психический процесс у вас. Соответственно, с этим нужно разбираться. Значит, вот, у вас, значит, что? У вас теснопар. Да? Значит, и тухлый зап. То есть, это, соответственно, это может быть симптом орального голодания. То есть, вы не чувствуете себя любимой, не чувствуете себя нужной. И, соответственно, вот, из-за этого может быть и подобная проблема. Вот, были еще кое-какие проблемы, то есть, вы даже не обидеваете всех проблем. То есть, вы не даете, вы не даете всей картины, при этом хотите получить ответ. Ну, а стать, это просто апатия. То есть, стать, это просто апатия, я так полагаю. Рассмотреть, пожалуйста, вариант орального голодания, сопренности в любви и так далее. И я рекомендую вам разобрать ваши отношения в семье. Мне кажется, что это важно. То есть, вполне вероятно, что ваше состояние, оно оттуда. Ну, именно вот, состояние такое. Ага. Такое, как вот вы его описываете. Ну, это все. Я думаю, больше вам по тексту сказать ничего нельзя. Я рекомендовал бы все-таки индивидуальную работу больше с психологом для полноты картины, потому что ответ на ваш вопрос зависит от многих факторов. Вот. И, соответственно, все это нужно анализировать. Вопросы, готовы ли вы работать над собой. Да, то есть, вы можете, в принципе, переписать свой вопрос, убрать всю информацию про врача, про беременность. Хотя беременность можно оставить, но нужно раскрыть детали. Возможности быть беременными для вас. Вот. Нужно больше истории о вас, то есть, ваш жизненный путь нужно раскрыть, ну, в большей степени. Вот. Вот. В принципе, в принципе, так. И отказитесь, пожалуйста, от термина «борьба». Вот. То есть, бороться ничем не нужно. Именно бороться. Борьба вам не поможет. То есть, борьба – это подавление. 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 Подавление себя, подавление своих чувств и своих желаний. Поэтому, при борьбу, пожалуйста, остаться. Тут нужно не бороться, а наоборот. Пропустить через себя все вот эти чувства, которые у вас есть, дабы лучше их понять. Вот. То есть, проконсультировать со психолога, я полагаю, что одна консультация вам поможет, такая подробная, поможет вам лучше понять, что с вами происходит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.